Образец заявления о распределении налогового вычета между супругами Публикацией рассматривается, что такое заявление о распределении имущественного налогового вычета между супругами, а также как и когда оно заполняется. Помимо этого, затрагиваются вопросы относительно всей налоговой системы в целом и имущественного вычета в частности. Налоговая система Налоговую систему в России можно представить как сложную составляющую определенных частей. К таким элементам можно отнести все составляющие налоговых правоотношений. Субъектами являются лица, участвующие в налоговых отношениях. Это могут быть физические лица, уплачивают налоги, представляют отчеты, подают документы на возвраты и т. Д. Индивидуальные предпринимательства регистрируются и состоят на учете, дают отчетность, платят налоги и т. Д. Организации регистрируются и состоят на учете, дают отчетность, платят налоги и т. d. Имущественный вычет при покупке жилья объекта. Они представлены разнообразными видами налогов и налоговых режимов. Так выделяют федеральные налоги, НДС, НДФЛ, водный налог и т.д. д. Региональные налоги, налог на имущество организации, транспортный налог, местные налоги, земельный налог, налог на имущество физических лиц. Данное подразделение зависит от того, в бюджет какого уровня попадают полученные за счет уплаты налогов денежные средства. Органы власти к ним относятся ведомства, издающие нормативно-правовые акты в данной сфере, а также ведомства, осуществляющие контроль за соблюдением данных актов. К таким ведомствам можно отнести и Министерство финансов, Центральный аппарат ФНС, региональные и местные отделения и ФНС. Законодательные акты и их сущность заключаются в одержании порядка в налоговой сфере. Также они направлены на решение тех или иных возникающих в ходе налоговых правоотношений и проблемы спорных ситуаций. К законодательным актам относятся Конституция, Налоговый кодекс, указы Президента, постановления правительства, приказы ФНС и ныне нормативно-правовые акты. Налоговый кодекс является основным сводом законов, контролирующих порядок налогообложения заявления о распределении вычета. Заявление о распределении имущественного налогового вычета между супругами – это письменный документ, который свидетельствует о том, как супруги решили разделить стоимость недвижимости в целях получения возврата. То есть, если супруги приобрели недвижимый объект в общую совместную собственность, то в общем случае каждому из них полагается по половине. Но бывают случаи, когда супруги хотят по-иному распределить вычет. Как правило эти случаи возникают, если один из супругов не работает и, следовательно, не получает официальную зарплату, если один из семьи уже истратил свое право на получение вычета, если доход одного значительно превышает доходы другого. Данное разделение может быть осуществлено по другим мотивам, указывать которые не нужно. По сути, данный документ является определенным соглашением о том, кто и в каком размере будет получать возмещение за недвижимость, приобретенную в общую совместную собственность. Как распределить? Обратите внимание, если стоимость приобретенного имущества больше 4 миллионов рублей, то распределение не требуется, так как любой гражданин может рассчитывать на вычет в размере 2 миллионов рублей. Если стоимость меньше данной суммы, то распределение необходимо в том случае, если супруги делят вычет не поровну. То есть, если стоимость равна 2 миллионам рублей, а каждый из супругов заявляет по одному миллиону, то писать бумагу нет необходимости. Если стоимость 3 миллиона рублей, из которых муж заявляет 2 миллиона, а жена 1 миллион, то заявление требуется. Также один из супругов может отказаться от такой преференции вольт другого. Данный отказ оформляется также в заявлении о распределении долей, где указывается, что муж заявляет 2 миллиона рублей, а жена ничего не заявляет. Если одним из собственников этого жилья является ребенок, то при делении вычета можно распределить и данную долю. То есть, один из родителей заявляет вычет в сумме своей доли и доли ребенка, а второй – только в сумме своей доли. При этом для осуществления такого распределения второй родитель должен написать письменный отказ о доле и ребенка вольту супруга. Дети также могут быть собственниками долей в имуществе. Важно! Получение возврата доли ребенка одним из родителей не отменяет его право на использование вычета в дальнейшем при приобретении другого имущества. Как заполнить? Законодательными актами установлена форма заявления о распределении долей. Оно представляет собой шаблон, куда нужно вписать недостающую информацию на именование налогового ведомства. Пишется та инспекция, куда будет сдаваться 3НДФЛ со всеми соответствующими документами. Как правило, эта инспекция по месту регистрации гражданина, в которую он зарегистрирован как налогоплательщик и стоит на учете. Информация о заявителях. Поскольку супруги согласованно распределяют доли, то в заявлении должны содержаться сведения обоих, а именно, фамилия, имя, отчество. Мужа и НН супруга, адрес регистрации его же, фамилия, имя, отчество жены и НН супруги, адрес регистрации ее же писать даже в том случае, если адреса регистрации супругов совпадают контактные телефоны либо одного из них, либо обоих. На именование объекта, за покупку которого распределится вычет жилой дом, квартира. Адрес данного объекта. Пишется полностью индекс, регион, город, улица, дом, квартира и т.д. Само распределение. Указывается, кому и как, в какой величине будет распределяться сумма. Она должна быть написана как цифрами, так и прописью. Подпись обоих супругов и дата написания заявления. Как правило, дата написания заявления совпадает с датой представления декларации 3 НДФЛ и необходимых документов. Однако это не является обязательным условием, поскольку супруги могут заполнить этот бланк во время совершения сделки и написания договора купли-продажи. Ниже представлен образец заявления о распределении имущественного налогового вычета между супругами. Образец заполнения заявления о распределении вычета обратите внимание. Поскольку заявление пишется на бланке, то недостающую информацию рекомендуется писать от руки. При этом не должно быть ошибок помарок и зачеркиваний. Заверять данный документ у нотариуса не нужно. Когда заполнить и представить. Заполнить этот бланк можно в любой момент, как во время совершения сделки и составления договора, так и во время подачи декларации. На получение и возвраты всех необходимых документов. При этом, если заявитель не представил этот документ, то налоговое ведомство, проводящее проверку, затребует его. Поэтому во избежание дополнительных вопросов и требований лучше подготовиться заранее. Кроме того, сведения, указанные в бланке, не подлежат изменению. То есть, если в 2018 году было подано заявление, где вычет распределялся в пользу мужа в размере 100%, а жены в размере 0%, то в 2019 году. Году написать новое заявление и изменить доли распределения будет нельзя. Данной долей фиксируется в специальной программе, используемой налоговиками. Поэтому обмануть также не получится. Важно, если для покупки квартиры или частного дома использовалась ипотека, то распределять вычет по уплаченным процентам за использование. Заемных средств можно хоть каждый год. То есть, один год используют вместе, другой год исключительно муж, третий, исключительно жена и т. Д. Если имущество приобреталось в общую долевую собственность до 2018 года, то предусматривалось, что доли определены при составлении договора и соразмерны по несенным расходам на данное приобретение каждому из супругов. Поэтому при таком виде собственности делить размер вычета было не нужно. Однако с 2018 года по волеизъявлению супругов можно перераспределить доли, но только в том случае, если покупка оплатил один супруг. Либо отсутствует документальное подтверждение того факта, кто именно оплачивал покупку. Представить данный бланк необходимо вместе с декларацией 3НДФЛ и всей прочей документацией любым из удобных способов лично. Через представители, с помощью почтовых сервисов, заказным письмом, с помощью личного кабинета на официальном сайте налоговой службы. Вместе с документом должна быть приложена копия свидетельства о браке для подтверждения того, что лица, указанные в заявлении, действительно являются супругами. Копия свидетельства о заключении брака необходима для подтверждения статуса мужа и жены, если инспекция отказывает в принятии бланка. А распределение имущественного вычета между супругами безобоснованно, то можно подать жалобу начальнику отдела, начальнику данной инспекции, вышестоящей инстанции. Следовательно, приобретая объекты недвижимости квартиры дома как в общую собственность, так и в долевую, при заявлении имущественного вычета его величину можно распределять по волеизъявления у супружеской пары. Отказ одного из них от использования данной преференции вользы у второго не отменяет его право на имущественный вычет в дальнейшем.